Варнаульская студентка Мария Матузна в суде отказалась признать себя виновной в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Девушка, которой грозит срок за несколько картинок во ВКонтакте, решила отстаивать свою невиновность до конца, несмотря на риск получить более суровое наказание. В беседе с корреспондентом Ленты.ру она объяснила, почему это делает, поделилась переживаниями за маму и планами на будущее, как повлияло на вашу жизнь уголовное дело о картинках во ВКонтакте, когда оно получило огласку. Мария Матузная, во-первых, меня поддержали многие люди, убежденные в том, что я не сделала ничего плохого. С другой стороны, это очень выматывает, люди пишут мне нон-стоп, не осталось свободного времени, не хватает времени даже на то, чтобы поспать, пришлось уйти с работы. Я понимаю, что от этого никуда не деться, пока история не закончится. Но положительных моментов больше, а где вы работали? В отеле администратором нашла эту работу, как раз к суду, потому что мне адвокат государственный посоветовал срочно устроиться на работу. Иначе, как он говорил, суд не назначил бы и мне штраф, а приговорил бы к чему-то более неприятному. Полиция пришла к вам с обыском в мае. С этого начались ваши страдания, тогда вы работали в другом месте, да, в банке, уволили из-за преследования, нет, просто попала под сокращение. Вообще, я планировала уехать в Китай работать и как раз собралась нести документы на визу, когда ко мне пришли с обыском. С тех пор я уже ходила под подпиской о невыезде, о кем вы собирались работать в Китай, планировала устроиться там учителем английского на том уровне, который я знаю, в садике. Получать неплохую зарплату, жить в другой стране, культуре, сохранилось ли желание уехать, сперва планировала, что если суд завершится штрафом или условным сроком, можно продолжить изучение английского и как только откроется такая возможность уехать. А теперь, после того, как дело приняло новые обороты, будет теперь рассматриваться в общем порядке, при значительном внимании со стороны СМИ и общества, в голове все смешалось. Думаю, может быть, удастся и в России устроиться, благодаря незапланированной популярности. Громких заявлений пока делать не буду, а почему учителем английского работа в России тоже может быть связана с преподаванием, потому что преподаватель английского языка в Китае профессия востребованная, хорошо оплачиваемая. А в России какой-то конкретики в голове нет пока, возможно, в сфере общественной жизни и по работе вы родились и живете в маленьком городке. От вас, официального экстремиста, не стали отворачиваться земляки, может быть, соседки детей от вас прячут или что-то подобное, какого-то негатива я не ощущаю. Бывает, просто спрашивают, как дела или как суд прошел, какого, чтобы пальцем тыкали, нет. Да, я числюсь в списке экстремистов-террористов, но все люди, которые меня знают или хотя бы раз видели вживую, понимают это абсурдно. Я совсем не похожа на опасного человека, да и речи мои далеки от какого-то радикализма, представитель РПЦ на днях заявил, что нужно амнистировать раскаявшихся интернет-экстремистов. Что вы по этому поводу думаете, это все хорошо. Христианская религия, насколько я помню, говорит о всепрощении, но здесь получается, что люди сначала пишут заявление в полицию, а потом начинают человека принуждать к раскаянию. Как то не по-христиански, вы, в принципе, пошли по пути раскаяния, когда признали свою вину и согласились на рассмотрение дела в особом порядке. Скажите, почему вы передумали и забрали свои слова обратно, все началось с того, что меня ввели в заблуждение, сказали, мол, судимости не будет, выпишут штраф 10 тысяч рублей и отпустят. Меня это обрадовало, но потом дело набрало обороты, получила известность, одновременно появилась поддержка и надежда на оправдание. Адвокаты сказали, что можно побороться, если перевести производство в общий порядок. Во многом решающим был тот момент, когда я узнала, что штраф будет не 10 тысяч рублей, а 300 тысяч. Я поняла, что такие деньги мне не под силу будет выплатить, и решила побороться, ваши карточки банковские заблокированы, с работы вы уволились. На что вы живете? У меня еще остались деньги, которые мне заплатили при увольнении с работы. Не знаю, что дальше делать, может, мне кто-то предложит работу из тех, кто поддерживает. Поеду пока к матери в санаторий. Отключу там телефон и попробую отдохнуть, чтобы набраться сил. У вас есть мама, отец, братья и сестры, молодой человек. Они вас поддерживают, из близких у меня только мама. Она очень воцерковленный, верующий человек, работник культуры. Поддерживает, звонит, часто переживает она против того, что меня преследует за оскорбление чувств верующих. Странно, но кому-то непонятно, что я не собиралась оскорблять религиозные чувства любимой матери. Со всеми этими разбирательствами я больше переживаю за маму, чем за себя, потому что это очень плохо сказывается на ее здоровье. Она маму вашу и за вас не давили на работе, она в отпуске, а что будет дальше, не знаю. Ее имя пока не фигурировало нигде и, надеюсь, не будет, несмотря на старания назойливых журналистов докопаться до всего. В отсутствие родственников меня очень сильно поддерживают друзья. В первый же день приехали человек 15, в том числе школьные, с которыми давно не виделись. Многие друзья мои пытались попасть в зал заседания, но им не хватило мест, пришло много каких-то незнакомых людей. Надеюсь, в следующий раз будет иначе, да, решение суда мы знаем, дело отправлено для рассмотрения в общем порядке. Но что осталось за кадром, что вы чувствовали и как отнеслись к вашему отказу от показаний представителей Фемиды, которые, вероятно, и приговор уже распечатали и собрались дело в архив отправлять, было тяжело. Еще тяжелее, когда оборачиваешься и не видишь лиц друзей в зале. Вы слышали прежде о подобных уголовных делах и, вероятно, не представляли, что подобное ждет вас. Почему мы все уверены в том, что такая беда не придет к нам в дом из-за давно забытого, случайного перепоста, как думаете, я следила за делом Руслана Соколовского и меня она поразила. Конечно, не представляла себе, что его адвокат всего через год будет защищать меня. Мыслей таких не было, картинки я давно все удалила и ничего нового не добавляла, а убежденность эта сохраняется даже тогда, когда к тебе в двери уже постучали, даже когда начинается обыск. И дело тут не в тотальной глупости, а в том, что люди не испытывают никаких мук совести и банально не понимают, что преступного в картинке, содержащей некую сатиру, не возникало желания удалить все аккаунты, выбросить компьютер и смартфон, нет. Ведь и помощь, и поддержка пришли ко мне из интернета, но лайк, и репостить я перестала, да, в соцсети использую только для общения, теперь ближе к обвинению. Спрошу, как следователь, вы испытываете неприязнь к представителям негроидной расы, считаете их людьми второго сорта, вы смеетесь, когда у меня включается какой-нибудь трек музыкальный, то друзья откровенно начинают смеяться. Я слушаю и люблю многих темнокожих рэперов, конечно, я не испытываю к представителям этой расы какой-то неприязни. Если прилюдное размещение глупых картинок в сети, это выражение неприязни, то почему прилюдное же прослушивание писен не рассматривать как выражение уважения, почему не оценивать взгляды человека в комплексе, вы это говорили на следствии, да, пыталась. Но их это не интересовало, либо эти доводы выворачивали по-своему, теперь о второй части обвинения, как вы относитесь к религии, чувствуете ли себя воинствующей атеисткой, до 15 лет я была верующим человеком, но это было неосознанное отношение. Меня просто мама с детства водила в церковь, а потом настал момент, когда я выросла и поняла, что уже могу туда не ходить. Сейчас я придерживаюсь атеистических взглядов, но к религии и к верующим людям я никогда плохих чувств не испытывала. Меня судят за картинки, которые, по сути, и являются сатирой, то есть попыткой изобразить в иронической форме поруки представителей церковной организации. Меня поражает диссонанс между тем, что эти люди позволяют себе и тем, чего они требуют от прихожан. Я не враждую самой верой и религии, с ценностями, которая защищает закон, что вы можете сказать об угрозах с вашей стороны, тем девушкам, которые написали на вас заявление, эта история обрела какую-то юридическую форму обвинения, никаких угроз от меня не было. Я узнала о том, что есть какие-то претензии, случайно. Возможно, потом эта история получит продолжение, но пока меня никто об этом не допрашивал, никаких документов я не видела, ваш случай отличается тем, что под самый занавес судебного разбирательства вы приняли решение отказаться от своих показаний. Не заметили ли вы негативной реакции со стороны силовиков и сотрудников суда, ведь вы их могли разозлить, со стороны следствия и оперативников я пока ничего такого не заметила. В суд я ходила сегодня, чтобы написать заявление о выезде из города, в санаторий, и там меня встретили, подчеркнуто, холодно и с негативом, сами с адвокатом решайте, ждите. Проходите, уйдите, до этого там все мне улыбались и обращались со мной мягче. Даже приставы на входе общались по-доброму, у вас на Алтае гремит уже четвертое по счету дело о репостах и лайках. Что у вас за рассадник экстремистов, общаетесь ли вы друг с другом, об истории мужчины, появившейся в СМИ последней, я знала уже давно. Он со мной связывался сам, но я не стала в эту историю лезть. У этого человека уже ранее были проблемы с законом и я решила не дразнить тех же журналистов, которые потом с удовольствием будут смаковать наше знакомство. В Барнауле у нас действительно очаг экстремизма. Почему, буквально вчера разговаривала с девушкой, которая на герфаке училась, и им давали такое задание, по картинкам найти людей, которые их размещали. То есть они выявляли экстремистов в соцсетях, но в целом вы заметили какое-то сходство, взаимосвязь между людьми, которые стали фигурантами дела о репостах. Есть ли некий собирательный образ? Сначала я думала, что это все сплошь молодые люди, которых не устраивает ситуация в стране, которые участвуют в протестах так или иначе. Но потом появился Андрей, которому 38 лет, потом Андрей, у которого по-другому все. Это люди нерелигиозные, со своеобразным чувством юмора, критически настроенные к духовенству и РПЦ, к государственным деятелям. Не видно среди обвиняемых каких-то царебожников, которые репостят картинки антисемитского толка и так далее. Да, есть ощущение, что в стране существует особо защищенная или даже неприкосновенная группа, условно говоря, верующих условно, потому что искренне верующие люди объектом для сатиры никогда не становятся, звездочка, 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 обратная связь с отделом общества. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопрос или идея для материала, напишите на этот адрес russia-собака-lenta-defiska.ru Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!